Субтитры делал DimaTorzok Все эти торговые точки, электроснабжение этих торговых точек в центре города происходит через определенную фирму, которая имеет отношение к арендодателям всего этого большого торгового комплекса. Фирма эта задолжала Коминтерновскому РЭС, как встретят наши предприниматели, 28 тысяч гривен. И 4 дня назад были отключены те предприниматели, которые сегодня пришли для того, чтобы пообщаться с представителями фирмы, которая предоставляет коммунальные услуги на территории этого торгового комплекса. Как говорят нам предприниматели, все они исправно платят за свет, и у них есть квитанции, счета, в которых указаны цифры и проплата, и даже средоплата, которую они производят регулярно. Но по какой-то из причин выключен был свет, как говорят нам предприниматели, это проблема внутренняя между фирмой, которая предоставляет коммунальные услуги и Коминтерновским РЭС. Сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить об этом и пойти в южную прокуратуру, для того, чтобы написать какое-то заявление, жалобу на тех исполнителей своих коммунальных задач, которые, так сказать, с фирмой. И то сегодня мы будем говорить об этом и с принимателями, и, возможно, и с представителями этой компании, которая занимается предоставлением коммунальных услуг. Ну что, вы уже все в сборе? Ну да. Вы сейчас, как я понимаю, собираетесь пойти в эту фирму, которая является, которая представляет... Да, ну хотелось бы сначала, чтобы мы твою информацию могли рассказать. Да, расскажите, да. Потому что они совершенно другую версию преподмазывают. Вот, и мы считаем, что это... мы получили информацию от энергосбыта, какая сумма долга присутствует у этого предприятия, получается. Мы деньги за этот период оплатили. Афианики говорят о том, что деньги они эти перечислили. То есть идет обман. Но уже третий день, естественно, день без фирмы. Вот, поэтому хотелось бы, чтобы эта информация как-то дошла... Вот, расскажи в двух словах. Да. Вчера был Облэнерго. Третье питанцы и инвестор. Облэнерго утверждает, что Финити, это коммунальное предприятие, которое обслуживает у нашей Финити, Финити долг 21 тысяча гривен. У всех сделана предоплата. У меня вот наличие все плачёжки, все документы, предоплата сделаны до декабря и января месяца. Ну, такое положение, такое правило в электроскопе. Собрали эти все деньги, они не поступили на счет от Афиники, на счет Облэнерго. Облэнерго, поэтому и выключила свет, так как такой суммы нету, у нее на счету. Вот представители Афиники утверждают, что деньги пришли сюда. Я вчера был у Себятины, у Искова, утверждая, что деньги здесь пришли. То есть присутствует, постоянно какой-то обман, на которую мы стали заложены. Мы называем в месяц 21 тысячи. Да, 21 тысячи. Это деньги, которые предоплата еще месяц назад. Их нет, поэтому мы сидим сегодня без света. Мало того, по Парейджине у Афиники был целый месяц, оплатите 17 денег. Оплатите до 1 декабря, не оплатите, мы выпустим свет. До 1 декабря тут чуть-чуть осталось, но деньги еще не пришли. И мы под угрозой вообще остаться без света, так как нету... Мы лучше, и я не знаю, потому что этих денег нет в природе. Почему за ноябрь месяц деньги не поступили? Почему? Ведь мы можем, мы могли еще вчера с вами поехать в Энергосбэк. И нам сказали бы, что ребята, эти деньги есть вас обманывать. Почему мы не поехали? Этих денег там нет. И мы отличены на сегодняшний день именно за суммы долго за ноябрь месяц. Не за декабрь, который сейчас вы хотите, чтобы мы декабрь оплатили и закрыть долг в ноябре. Нет, а именно на ябрь. Именно на ябрь надо записаться на 3 тысячи. Это и официальная информация, и остальные выборы. Мы можем с вами подъехать в угол университет. Пожалуйста, можно подъехать. Мы не нарисовали. У вас есть договор на поставку лесу. Подождите, а вы на каком основании получаете? Вы на каком основании... Это уже все идет разборка совершенно в другом... Вы все совершенно в другом ракурсе поделись в сфере. Почему вы получаете деньги, на каком основании выбрали у нас деньги? А на каком основании вы у нас... На каком основании вы у нас... Хорошо, подождите. Мы сделали... Мы... Галина Анатольевна, говори. Юля, перебивай и говори. Галина Анатольевна, подождите. Ты посмотри, что она делает. Ты видишь, что там невозможно. Этот человек не хочет слышать. Галина Анатольевна, предоплату за ноябрь мы сделали 31 октября. Китанция есть. Она есть у нас. На данный момент... Вы ее получили! Вы ее получили! Хорошо. Почему долг тогда идет? Я была сегодня, вчера, позавчера в энергосбытии. Вопрос о предоплате за декабрь они даже не поднимают. Мне на данный момент сказали, оплатите ноябрь. Ноябрь все в них, абсолютно. Кто-то в нее в декабрь живет. А вы уводите в другую сторону. Ноябрь мы сделали предоплату, правильно? Мы оплатили, да? Он уже прошел. Но на тот момент, когда эта сумма должна была быть внесена, она не была внесена. Сейчас за декабрь речь в энергосбытии никто не поднимает. Говорят, оплатите ноябрь. Они говорят, мы декабрь не трогаем вообще. Галина Анатольевна, давайте поговорим об апельсинах. О чем вы говорите? Вы понимаете, на каком основании вы у нас брали деньги? Вы выставляли счета на каком основании? Есть? Галина Анатольевна, есть! Есть! Галина Анатольевна, вы уходите в другую сторону. Расскажите, почему мы сегодня сидим без света? Объясните. Я у вас спрашиваю, почему я третий день без света? Объясните. На каком основании? Вы, Галина Анатольевна, за ноябрь месяц невозможно щеком разговаривать. Света, ты желаешь что-то сказать? Там невозможно разговаривать. Вот Светлана Анатольевна, которая много чего говорит, доказывает, что на предоплату, как положено каждому потребителю, предоплата за 2 месяца, так как это требует РЭС. Светлана Владимировна говорит, я платить не буду, потому что в октябре вы сказали, что вы платите вы. Так стоп, тихо. Так оплатите. Я оплачу, только я оплачу все деньги, когда вы закроете наябрь. Закройте наябрь месяц. Как это, друзья, секундочку, до всего сегодняшнего дня. Почему сделали предоплату им, почему вы не помните, что неопытство им. Ваши деньги поступили. Ваши деньги поступили. Ваши слова. Завтра свет будет. Правильно? Ваши слова. Почему нету сегодняшний день? Вы предоплаты не закрываете наябрь месяц. Вы требуете предоплаты для того, чтобы закрыть за университет. Ребята, вы требуете предоплаты закрыть наябрь. Это дело отслуживающей организации. Вы врете и не бойтесь разговор в другую сторону. Где власти? Где деньги, которые оплатили за наябрь? Где деньги, где деньги, где деньги, где платежки есть? Почему их нет? Ну, за деньги, я плачу, я плачу. Да, счета платим. По банку, причем оплачены. Покажи, как. Где деньги за наябрь? Ну, вот в районе деньги. А вы как раз понимаете, что вам в районе не нравится. Вы затройте моими деньгами наябрь, ребята. Нет, вы перебираете наябрь. Вы понимали, какая задолженность от линики перед обленертом. Какая? Ну, что вы говорите, что вы ничего не знаете. Вы же знаете, что вы знаете. Как слушайте, что вы... Вот стоит женщина, которая не заплатила предоплату. Вот стоит представитель ринга, который отправили деньги. Лопнул свой банк. Из-за вас, отец, из-за вас. Вы сейчас не даете денег. Нет, это из-за вас. Это вас. Вы деньги не знаете, где деньги. На камеру поработаете. Вы работаете. Я вам дублирую. Да, 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 да. Заотплатите предоплату. Все, кроме вас, заплатили торговым центром. Покажите деньги на ней, в раме, за заплату. Это не ваше дело. Понимаете? Это не ваше дело. Вы ездите туда. Это не ваше дело. Ваше дело в том, что вы отправили свои деньги не туда, куда нужно. И след выключили. Конечно, всех выключили так хорошо, выключили потребительство. Почему не выключите деньги? Почему не выключите деньги за наряду? Потому что это делает рез. Потому что это делается рез. Так это нефтябрь имеет. О чем вы говорите? Отчитайте за деньги, за наряду. Не путайте. Не путайте. Не путайте. А 20-21 наябрь месяц, где они? Вы переходите по мраку. А за декабрь я вам оплачу, вы за наябрь будете закрывать мои 4 ребята. А в декабре что будет? В декабре вы знаете, ребята, давайте за что врать. Сейчас каждый на каждого говорит что это. Покажите предоплату. А предоплата? Это у вас есть. У нас есть. У нас есть. Я вам сейчас объясню. Предоплата за ноябрь месяц была 14 тысяч. Хорошо. А потребление было 21 тысяч. Вот это разница. Вот это наш долг. Вот это между 14 и 7 тысяч. Вот это наша разница. Дальше. Сегодня я была в энергосбуке. Ольга Николаевна. Она сказала. Я говорю. Уточните на сегодняшний день сумму долга без предоплаты. Долга за ноябрь. Она сказала 20 тысяч. Ольга Николаевна. Давайте подъедем вместе. Это не мои слова. А зачем мне подъезжать? У меня есть выписка станков. Сколько мы перечислили в Гоблэнергию? Послушайте, это я не придумала. 20 тысяч это сумма наябрь. Вы понимаете, вот каждому постороннему. Где греки не будут обещать? Где выписка? Ну конечно, каждому постороннему. Так как мы страдаем. 12 тысяч это оплата. Хорошо. Да. Да. Ну принеси выписку. Давайте говорить на что ли документы. А не просто заколи. Сейчас каждый на себя, каждый будет говорить, что так закончится. А дело в нашей предоплате? Ну да. И в вашей предоплате. Только в нашей предоплате, в наших трёх тысяч. 4 с половиной. Не трёх. Ваши недоплачены, да? Там весят деньги. Подойдите. Вы говорите о том, что вы заплатили все деньги. И у вас ещё 400 гривен за октябрь месяц. Долго. Да. 400 гривен у вас не заплатили за октябрь месяц. Не за октябрь. Да. Да. На основании документов. А что? Вот сейчас принесём документы и покажем. У вас 400 гривен за октябрь недоплачено. На октябрь. А уже декабрь. А можно такое... Мы сейчас с Кышкову едем. Едем сейчас. И оплатил полностью. Езжайте, пожалуйста. Едем. И он скажет, что сумму долга отените. Ну вы же представители отените. Почему у вас такая сумма долга? Вы же отените. В официальную информацию не хотите получить? Может мы врём? Может мы понапевались? Может мы врём? Может мы поездим? Мы выездим? Мы людей за нуждением будем. До декабря. Дэнварь мы сделали. Нет. Мы взяли все документы. Мы взяли все документы. И счет выставляли на таком основании. И вы получали эти деньги. Это расстояние. Какой пара вы видите? А такой же стоп. Это не выгодно. Это риторический вопрос. И нет. Про территорический вопрос. Если у вас есть директор, имейте право сейчас подойти в обл.энерго, за себя кинай и посмотреть. Почему вы не идите туда? Почему вы с нами не идите? У вас же вон бланк лежит. Попорезенье. Вам больше не нужно. Вот так сказать. Пожалуйста. Да вы что? Там не проблемами выделяли внимание. И там есть в днях. Почему вы льетесь? И подходитесь со свежим. И там на петро попорезенье. Пожалуйста. Ну дайте на какие объединения. Нас не обнимете то долг, который требует обл.энерго. Вы слышите прекрасно. У меня поднимали много денег. Они требуют все доплаты. Чтобы предоплаты закрыть до ноября месяца. До 21 тысячи. Которые нет денег в природе уже. Но и вчера не было этих денег. Вчера еще этих денег не было. И сегодня утром тоже не было этих денег. Как только закроют наябдолк нам сейчас скажут. Какие-то копейки поступили. А с декабря уже все заплатят. Ждановы добавят еще немножко. И все. А потом вам надо будет январь-февраль вперед платить. Потому что надо будет декабль закрывать. Нас тоже сейчас выключат. Опять посмотрите перед Новым годом. Хорошо. Это не первый год самое интересное. Да, да, да. А вот вы говорите, что вы в октябре, когда вы в октябре заплатили. Какого числа? 31-го. Да, да. Не нравится информация. А должны когда? Я вам покажу. А должны когда? Обманывайте. Понимаете? Когда вы должны были заплатить. Поехали в энергоспыть. Ну, пожалуйста. Я беру вас. Если не нравится. Вам. Кто вам покажет суп у друга. Чтобы вы нас не обманывали. 32-го. Сколько? Ну, дайте сфотографировать. Дайте слово ваше повторение. Семнадцать тысяч до первой числа вы обязаны были заплатить. До первого декабря. Вы ее не оплатили. А официально собраны деньги. Уже деньги ваше собраны. Со всех путевых. Все. Ждите. 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 Даже если по какой-то причине. Здесь какие-то три тысячи. А где же остальные сфотографы? Подождите. Подождите. Вот давайте теперь я скажу тогда. Ждите. Значит, вот эти люди обвиняли. Мы не люди. А кто вы? Света Владимировна. Вот стоит. Света тоже стоит. Ну я говорю эти люди. Мы не называем. А кто вы? Вы не человек. Вы не человек. Я говорю. Эти люди вчера меня обвинили в том, что я как представитель Афинити украл деньги у потребителей. И сказали, что почему вот господин Таврис Алиевич, Он сказал мне, что вам РЭС выписывает гривну 23 и 35 копеек, а вы с людей берете 1 гривну и 48 копеек. Объяснили. И посчитал разницу. Посчитал разницу между этими деньгами. И сказал, что мы у людей украли там сколько-то тысячи денег. Нет, пять вчера было разговаривать. И обозвали меня вором. Дальше. Сегодня подходит этот человек. Извиняется передо мной. Говорит, я погорячился. Типа, я узнал это неправильно. А знаете, что разница между этими деньгами? Это МДС 20%. То есть, вот эта обвинительная тенденция, вот она сегодня продолжается. Хорошо. И подожди, 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 подожди. В другом случае, в другом случае, если человека оскорбляют, и причем это было при свидетелях, я мог бы это по-другому представить. А извинился ты передо мной один на один. А те люди до сих пор думают, наверное, что я вор, украл эти деньги. Не надо мне объяснять. Разобрался. Разобрался. То есть, сначала надо оскорбить человека. Я просил, чтобы вы мне объяснили, почему рубль два. А я что, бухгалтер, что ли? А я учредитель. Я учредитель. А не бухгалтер. Это лично. Просто вот личность такая. Что у меня на доступ в кадре будет? Да, мне надо доступ в кадре будет. Я не знал, что вы платите. Вот. Я просто по этой причине. Я не бухгалтер, поэтому я не панцирь. Я не панцирь. Прошли на панцирь. Панцирь на тот бумаг. Счера тоже видел платку. я не могу а вот и вот это а вот и надо включать мозги а потом оскорблять людей а потом мы поедем давайте мы с ним поедем а вот я хочу вместе поехать вы не хотите поехать а я не хочу вот хорошо почему я должна страдать я за январь и за январь и за январь и за январь и так же мы тоже страдаем не страдать 4 с половиной не 4 с половиной а 17 тысяч долго ну пойдемте в облэнерго или обманываете или опять не стоит извиняться я вчера был в облэнерго сегодня утром были у вас огромный долг мы сделали мы переплатим у здановой 4 а почему у вас 17 это внутренние дела это мы крайне сделали зданное это внутренние дела у него и вот это дело а вы и не берете потому что никто банк отправили деньги я всем так говорю сегодня был представитель облэнерго и говорит это бердяный банк и числил деньги вынес в банк и ринга это просто да ну давайте фактами и плюс деньги которые зданово не заплатила вот это деньги поэтому нам и выключили свет мы ее не соберем это 7 тысяч получается это как раз 21 тысяча получается или 7 тысяч я не знаю 21 не знаю а сейчас директор вот мы сейчас приехали нет телевизор вы ничего не придумали и школы все откроется 17 мы ничего не придумали но мы ничего не платили но это наши деньги это те деньги которые вы собрали с нас вы собрали вы собрали это обе ну мы заплатили я например считаю 4 тысячи рублей 4 тысячи рублей мы снижали это сумма только заплатили нам нужен свет нам не надо скандал нам просто нужно все каким заплатить кто должен вы заплатили заплатили я считаю вы договор заключали в Институте нет ну нахер 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 но я заплатила у меня проблема не я не заплатили а страдаете из-за того что долги образовываются да я считаю что 4,5 тысячи рублей это же не маленькая вы предоплаты тоже вы предплатите или нет на период платить мне дают платить да ну я сказала это месяц предплаты у меня проблем нет но я не знаю но например я слышу то что нам нужен свет все нужно все нужно это не это не это не хорошо я считаю что все нам свет мы с и вы продолжаете ее поддерживать нет я поддерживаю потому что я хочу чтобы у меня был свет нет будет тогда когда люди внесут деньги когда будет предоплата скажите а у всех они договоры с вами на предоплату они об этом знают и обязаны платить предоплату и она начинает это 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 каждый должен выполнить свои предоплаты вносится до 19 до 19 до до 17 числа на бумагу на сумму долг за ноябрь месяц 2 минуты да 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 это если бумагу за ноябрь месяц за 4 никто и не говорит что в секундочку как не говорил за 4 с половиной подождите это предоплата давайте с ноябрем разберемся Вы скажите, чтоб я декабрь сделала, чтоб закрыть дом 21 за 0, а где деньги, 21 за 0? Я сейчас их брошу, получается, на счет, они тут же перекочуют 21 минус 4, останется 17. А 17 все брать за 0. Что вы сейчас манипуляцией не занимаете? Это вы манипуляцией не занимаете? Вы выполните, если вы хотите. Подождите, я ничего не хочу. Вам пошли навстречу. Вам пошли навстречу. Вам пошли навстречу. Я такие деньги платила, такие вы здесь. Совсем больше всех платила здесь. Вы не берете. Я беру на себя все. Не, 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 не. Меня закрыть вообще. А вы думаете, что... Ваш не берут предоплату за 2 месяца. Вам пошли навстречу, взяли за 1 месяц. Предоплату. А вы едете за 2 месяца. Все за ноябрь имеются деньги, скажите. Вы получили деньги за ноябрь имеются деньги. Вы считаете 21 тысяча демагодия? Долго, когда все заплатили деньги, и вы считаете это демагодия? Сейчас, секунду. Вам везут бумагу. Поехали в энергосбыт, везем бумагу. То, что нам везет. Выполнить свое, нет? Сколько? Договора. Долго. Показывай. Электроэнергия. 15-30. Плюс сюда еще и актив и штрафные санкции. Это только что мне рассказали в энергосбыт. 20 тысяч рублей. Это за какой период? За ноябрь. За ноябрь. За ноябрь месяц. Это деньги, которые поступили. Мы уже давным-давно оплатили за ноябрь. А их нет. Декабрь здесь вообще не трогается. И когда говорят, что ты предоплату. Я сейчас предоплату сделаю Декабрь. Они глупанут вот сюда за ноябрь. Но Декабрь сейчас нам буквально тут же выставят предоплату. А с чего их брать эти деньги? Если они этим закрывают, где деньги делят всех людей, которые оплатили за ноябрь месяц? Где они? Они всего было мертвые. О. Всего было мертвые. Супер. Обычно через какой вы банк производите оплату? Мы проводили им банк. А последние несколько месяцев мы делали. Потому что тут появились проблемы. У нас директор ведет и делал, что желательно через Сиббанк. И мы делали счет. У нас тоже были проплаты. И в первый раз, когда принесли счет, и нас тоже сделали проплату через Сиббанк. Естественно, деньги не поступили, потому что мы ставили в банке проблемы. И вчера оплатили счет через Сиббанк. А я еще хочу утащить поплату. Ну правильно, потому что мы платили. Сегодня мы отправили деньги. Но они их увидят только завтра. Но это деньги января месяца. Вы забыли? Это не на я... Это января они отправили. Нет. Январь вы отправили? Да. Январь. Январь они отправили. Вы январь запхаете за фото. Это нормально. Предоплату сделали. Вы январь предоплату в долг ноября хотите запхать? А что вы будете с них брать в январе месяца? Что вы будете в январе месяца брать? А что вы не будите брать? Вы с меня будете брать. Да. А что вы? Вы же заплатили за фото. А накрутили 36 тысяч. За пять тысяч тысяч. Мне все равно. Ну 32 тысяч. Я столько не накрутила и столько же. Я сейчас заплачу эти деньги тут же в ноябрь на закрытие. Ваше на закрытие, а мое на закрытие. А в ноябрь? Проблема в том, что у вас 400 гривен еще не заплачено за октябрь месяц. Вы утверждаете, что у нас была позже оплата, правильно? Для вас это мелочь. Не тот банк. Не тот банк. Мы позже заплатили. Мы заплатили не 19 числа. Мы запрещаем добро. Потому что мы заплачиваем ваши все услуги, которые вы нам предоставляете. Вы на 13 счет. 17 числа. Чтобы мы оплатили до 19 числа. Правильно? То есть в этот период. В договоре указано, что мы должны оплачивать счета в течении 10 дней. И у нас оплачивается третье лицо. И физически мы не можем оплатить такие короткие сроки. А потом вы нам говорите, что злостные неплательщики. Почему полбазара подходит ко мне? Я такого не говорил. Ну вот вы такого не говорили. Полбазара ко мне подходит и говорит, почему Ринго задолжали то, что злостные неплательщики электроэнергии, а то есть по банке, по банке все должны страдать. Я сказал, что Ринго и банк. Мы от нестот банков за прав, отправили деньги. А то, что вы злостные неплательщики. Это злостные неплательщики. Это злостные неплательщики. Но вы это выбирали среди. Нет. Это мелочи, из-за которых мы без света. Конечно. Нет. А вчера же не поступили на предоплаты, которые уменьшили сумму вот эту вот цифру. Предоплаты за январь месяц поступили и уменьшили долг ноября. Сейчас я еще добавлю. Уменьшим долг ноября. И что мы будем делать буквально через неделю-две, когда нам выставят счет предоплаты за декабрь. А вы уже все опросили, если людей нет и нет. И вот так смотрите, если мы будем все рак, а то я буду сходить. И еще надо сумму насобирать в эту сферу. С чего? Это у меня ябли нет. Я все сделала. А потом будете с меня требовать, если вам выкидят счет. Да, молодец. Это жена ябли нет. Это жена ябли нет. 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 Рисы Джента не будет. Не нашли гр Вседневник, но crochety не заработала. assistance Здесь же надо. Никто не забыли земляковota, сколько доставляéo деньги. Мы хотим добиться установили счетов. Нету. Но это вы точно с каждыми и начали ощущения şeyi, что нас получили пасть на рассто brackish floods. и дальше мы будем дальше работать вот эта программа именно почему за наличие я не знаю по предоплате и на 2 месяца по предоплате ванграя и мы с радостью не работаем. И более это целевые деньги. Хотя вы... Через полчаса пришел... Кто? Представитель институт, кто это включает в свет. Хотя, проблема-то не в этом было, да? А в ноябре. И, в принципе, за полчаса, в принципе, как бы не могли, да? Платить. Вы не знаете, что вам принесут еще... Галина Анатольевна, я еще раз говорю, 4-5 тысячи, которые я за 9-м, они не решат проблему. Они решат проблему? Они решат. Следующая проблема... А следующая уже будет... Что спрашиваете? Потому что вы декабрь, мы вшли туда, чем вы будете платить? У вас на данный момент не в районе. На данный момент даже энергоспытии требуют предприятия Афинити предоплату за декабрь. Они просят зашить ноябрь. Они просят ноябрь. Они просят ноябрь. Они не говорят о декабре вообще. Это было 4 раза. Для того, чтобы кого-то что-то требовалось. Выполните свои обязательства. Вы свои выполните. Вы взяли ответ на этот служеб. За ноябрь вы не перечислили. Хорошо. За декабрь мы виноваты. За ноябрь. Почему вы не перечислили? Нет, подождите. Я жду. Объясните, где день. Почему день? Должна быть предоплата. Выполните свои условия договора. Делайте предоплату. Ну хорошо. Можно я такой вопросик? Если директор, вы задавайте ему вопросы. Потому что я думаю, что вы даже здесь. Я думаю, что вы поступает постоянно. А я думаю, что вы бывал. А я думаю, что вы бывал. Почему оттените в течение месяца долги не закрыла? И я создал вот такой текла. Когда вы уже 5 лет. Один. Один не получил. Все. А у нас тут 20 предпринимателей. Потребители электронергией. И страдают. Я не перечисляю. Я говорю вам. Если 1-2 не заплатили, вы не предусмотрели. Им надо было бы. Но, а чтобы мы друг дали дюля. У нас тут в артуре перелечения. Вы начинаете? Вы раздали. Я знаю, что это восстановление. Вы как расслабители. Потому что тут разобраться. Вы расслабляете. Вы расслабляете. Они говорят, что это будет. Все оплачивается. Тем более в предоплатах. Еще за ноябрь месяц. Этими предоплатами газа перед другими долгами. А где вот этот процент отлично делся? Никто не знает. Откидываются на оболон, на ринг и на банк. Потому что это самые крупные платежи. Которые идут по 3-4 тысячи платежи. Обычного платежи? Да. Если там дать базара, там у них очень маленькие лоточки. Там маленькие суммы. То есть, даже если взять за месяц задолженность. Из-за чего отключить. Если всем сказать, не будет долг. Не будет откидать этой суммой. В размере 20 тысяч. Даже если денег заплатят за электроэнергию. На вчерашний день, на вчерашнее утро была сумма 30 тысяч. На вчерашнее утро. Это вчера в течение дня люди начали предоплатой кидать. Сейчас вот я тоже кину за эту предоплату. Но мы эту проблему не решим. Я этого и не хочу. Вы будете предоплату за что уже кидать? За 2 декабря. Конечно. Но я понимаю, что эти деньги сейчас перекинутся на закрытие ноября. Понимаете? Хотя ноябрь я оплатила. И сейчас вот через 2 минуты у меня будет квитанция. Но ведь проблема-то не решилась. Поймите, что этих денег не хватает. А за декабрь осеннити платить нечем будет. Потому что все деньги уедут сейчас на оплату в Ипонию. Да. И их еще не хватает. Хорошо. У вас сегодня, как я понимаю, была мысль такая пойти в прокуратуру и написать там какое-то заявление. Что вы будете сейчас делать? Или вы будете... Честно говоря, сейчас у меня очень много эмоций. Ну, потому что неприятно общаться с людьми, когда они начинают переворачивать всю информацию. Они даже не владеют цифрами. Ну, получается так. Вроде бы как они руководители, но они не знают суммы долга. Хотя сумму долга мы съездили. Инспектор приходил. Инспектор Энергосбета всем озвучил цифру долго за ноябрь месяц. Вчера он приходил и всем озвучил. Все люди уже эту письму знают. Единственное, осеннити, которые обслуживают это предприятие, не хочет это признавать. Но ехать вместе туда они тоже не хотят с нами. Вот такая интересная ситуация. И мы сидеть должны еще без света. Я думаю, что мы будем еще сидеть без света. Пока цифра 20 тысяч не наберется за ноябрь, мы будем сидеть без света. Их нет этих денег. Где мои деньги, которые я еще 30 октября оплатила за ноябрь? Моих денег нет, ваших денег нет, ваших денег нет. А они еще собирают в предоплату. Это ненормально. Ну вот за которую сумму они сейчас говорили, вы понимали, что рингу не оплатили. Это за январь 2015 года мы уже... В январь они оплатили. Они эти деньги туда же, в наябрь. Ну очень хорошо ходить, рассказывать, что оболонь ринга, это мы с вами крупные потребители электроэнергии, мы платим за него. Им очень удобно оболонь ринга и пивденой. Они не оплатили, поэтому вы все сидите без света. На меня все просто должны платить. А то, что там делается с бухгалтерией, как-то не получается разобраться. Они не предоставляют информацию. Они не хотят показать, что у них делается. Приходится самим ехать и узнавать, почему мы оказались зимой, нам надо работать, мы оказались без света. Девочки, но дело в том, что поверьте мне, что эту проблему сейчас мы не решим, денег нет. Вот они сейчас сжибают предоплаты. Дальше. Ну дальше. Ну а сейчас им скажут, что только они на данный момент. Добрый день, можно с вами поговорить? Мы в прямом эфире. Сай-препост. Ведем трансляцию сегодняшнего вашего заседания на улице. Скажите, пожалуйста, вы как директор термоаффинити, что вы можете сказать по поводу этой ситуации? Как она может разрешиться, к примеру, завтра? Вы знаете о том, что поступили деньги на счет? Деньги поступили, а это частично. Частично? Не от всех. Не от всех. Глобу ЛНР уже сказали, пока всех денег не увидели. Те деньги, которые поступили сегодня, есть платежки банковские. Мы перечислили лобу ЛНР. Но они их увидят только в зал. Они сегодня их никак не увидят. Платежки на сколько? Насколько там тысяч гривен сегодня пришло? У вас же там сумма долга двадцать одна тысяча, да? Получается, как сказали сегодня. Двадцать одна тысяча это вообще общее потребленное. Потребленное, да. Это не долг. А долг? Уплачено уже примерно девять, четырнадцать тысяч. Пятнадцать тысяч. Угу. То есть осталось всего шесть тысяч приблизительно? Ну, там четырнадцать или девятнадцать. Угу. Есть на это приближение. Сейчас вот кто самый больше возмущается, кто самый больше затягивает платежи, работают не по предоплате, а по употребленным. И фирма старается опять-то перекрыть этот вопрос. Ну, как, они же сказали, что они в конце ноября, октября заплатили за ноябрь. То есть они платят за один месяц вперед, получается. Они заплатили предоплату. Угу. Но они в полной сумме. Накрутили они больше. Угу. Это ту разницу. Ей надо с кармана вынять и положить. Ну, просто получается так, что страдают все предприниматели, которые находятся вокруг. А таких крупных платильщиков у вас только три, да? Как я понимаю. Магазин Ринга, Абалони, Банк и Денни, да? И они все задолжали приличные суммы или только вот этот предприниматель? Они не задолжали. Они перечислили деньги. На Эмиксбанк почему-то. Ну, понятно, что была проблема просто с формой оплаты. Вот Эмиксбанки лежат на счету денег. Угу. То есть я их не забрал, в карман не было. Угу. Но я уже обращался и в управление, и в Банк. Они платежи не проводят. То есть деньги там пришли и умерли. Угу. Скажите, а почему в таком случае отключаются от электроснабжения все, кто платят и предоплату, и исправно платят? Почему вы, допустим, только не изолировали тех, кто является злостными и неплательщиками? Да. Предприятие является основным потребителем. Угу. И если есть один не платеж, и предприятие не может за него заплатить, он отвечает. Это ваше внутреннее решение? Или так распоряжелся РЭС распоряжать документально? Правда, а урус. То есть просто их интересует одна общая сумма, да? Которая, если она не поступила, это все равно кто там является главным неплательщиком со второстепельным. Хорошо. Вы можете гарантировать, что завтра свет будет? Да. Если банковский джен, госпожа, с данного заплатят, то я завтра с платежками сразу перечисляю, с платежками еду в РЭС комменциарновский, в Литки. Покажу отчет, что я заплатил все. Хоть они еще видеть их не будут, потому что банковский херни. И господин Балич обещал включить, если текущий счет будет. Хорошо. Спасибо большое за информацию. Все зависит от одних глотных неплательщиков. Хорошо. Спасибо большое за комментарии. Ну, на этом мы заканчиваем нашу прямую трансляцию. Сегодня мы уже достаточно много обсуждали. Тут уже минут сорок мы, наверное, слушали о том, какая проблема произошла сегодня. Вернее, это уже третий день тут, в торговом центре в Брежневском. Сейчас мы возьмем последний комментарий. Ну, в общем, как я понимаю, на чем вы общались? Остановились в итоге? Вы оплатите или что? Вот эта капитанция предложила, но она не решила. Она не решила. Эти 17 тысяч? Да. Ну, директор этой фирмы сказал, что если деньги будут, то все. Обманывает. Обманывает. Да, 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 я понимаю. Он сказал, что там на счетах у них должна быть сумма определенная, которую задолжали неплательщики. И когда она будет, тогда и включат. Ну, обещал практически, да, сказал, что завтра. ГОВОРИТ ПО. 살라고. ССС paperwork.